Вики – доказательство того, что в жизни всегда есть место чуду. Свой дом эта очаровательная девочка обрела во Всемирный день бездомных животных. Вики в приюте с первого дня его работы, она прожила в вольере ровно 10 лет. За все это время она не была на прогулке ни разу. Гулять малышка не умела, людям не доверяла и даже не позволяла себя гладить. В приютах много подопечных, чья история похожа на историю Вики. Всю свою жизнь они живут в одном и том же вольере, никто их не замечает и зачастую, в этом же вольере их жизнь не заканчивается. Собак в возрасте посетители приютов обходят стороной, а тем более тех, кто, как и Вики, боится людей и не умеет с ними общаться. Мы решили, что собачка заслуживает чуда и стали искать для нее хозяев. Ситуация осложнялась тем, что Вики боялась людей, не привыкла к поводку и не умела гулять. Марина оказалась тем человеком, который не побоялся такого вызова. Девушка понимала, что желающих забрать собаку не найдется и она может провести свою старость в заперти. Месяц Марина ежедневно приезжала пообщаться с Вики. Когда собака перестала бояться Марины, она отвезла ее в свой дом. О своей питомице Марина написала в соцсетях, во всемирный день бездомных животных эта собака обрела свой дом. Теперь у меня еще одна питомица. Я не планировала брать второго питомца, в моей небольшой квартире уже живет пес Сириус, который боится гулять на улице и опасается других животных. Я всегда думала, что моим следующим питомцем будет собака со стабильной психикой, которая поможет Сириусу обрести уверенность в себе. Теперь у меня два питомца, у каждого из которых свои страхи, это сложно, но я не могла оставить Вики в ее вольере. Вики примерно 13, последние 10 она провела в вольере, без игры и прогулок. Сотрудников мало, собак много, гулять с ними получается не всегда. Пожилую и напуганную всем вокруг Вики забирать из приюта никто не хотел. Я тоже не собиралась ее брать, но, когда поняла, что всю свою жизнь она так и проживет в вольере, не зная ласки и любви, не смогла оставить ее там. Я знаю, как обращаться с такими травмированными животными. Одинокими в вольерах остаются сотни собак, мне жалко каждую из них, вот только я ничего не могу поделать с этой ситуацией. Самое сложное, выбрать, ведь ты способен осчастливить только одно животное. Но знаете, сделать счастливым даже одного, это тоже важно.